Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем играть в The Forest. Итак, я сейчас предложу построить, во-первых, костерчик. Или, нет, даже давайте мы без костра обойдемся, мы сейчас бегаем в самолет. Потому что там у нас есть еда, там у нас есть куча варанов. Мы этих варанов сейчас потюкаем, наберем себе их броню. Если они, конечно, никуда не исчезли. Нет, нет, вараны исчезли. Блин, а неудобно. Вот, помните, да, пачками ходили, причем я даже игру не загружал. Я ничего не делал вообще. А все равно исчезли. Ну, ладно, судя по всему, это временное явление скорее. Давайте мы сейчас покушаем немножечко. А то у нас состояние вообще ужасное. Ужасное так. А обезболивающее? Ага, так, одно есть. Обезболивающее. Запах пререй и лугов. Так. А больше обезболивающих, наверное, нету, да? Нифига. Меня это расстроит, однозначно. Я думаю, вас тоже. И сейчас, скорее всего, самое время. А, нет, вот, вот. Да, вараны вернулись. Давайте мы тогда на них поохотимся, пока есть такая возможность. Потому что чем больше варанов, тем лучше. Для нас же. Для нашего же блага. Вот они, кстати. Они, почему-то, около самолета, они любят спамиться. В жутком количестве. Ага. Так, вот, ленивая тварь. Прекрасно. А сколько нам варанов? Пять, наверное, нужно, да? Для того, чтобы... Можно было получить полный комплект брони. То есть, три варана у нас уже есть. И, на всякий случай, грязью еще обмажемся. Я уже начинаю путаться. Ага, отлично. Прям под ногами гуляют. Мочи. Называется, сколько влезет. На. Прекрасно, прекрасно. У нас... Чоп. Вот так вот. Так будет с каждым. Все. Замечательно. Хорошее с деваться дворанами. Все. Сейчас самый лучший момент для того, чтобы отдохнуть. Давайте мы себе костерчик зажгем. И отдохнем. Немножко неподходящее время. А вот сейчас... Нормально. Нормально вполне. И мне кто-то писал, что персонаж полноценно не отдыхает, когда у нас рядом каннибалы. Вот. Я не буду отрицать. Такое тоже возможно. Но... Как-то внимание, честно говоря, не обращал на подобную мелочь. Ну, может, для кого-то это и не мелочь. Вовсе. Но все равно. Все равно. То есть... Так, подождите. Нам сюда, по-моему. Если я не ошибаюсь. Да-да-да. Нам именно сюда. И да. Сейчас нужно достраивать наше импровизированное укрепление. Или форт, или лагерь. Называйте кому как удобнее. Но в любом случае, классную штуку. Постройку, конечно, оригинальной не назвать. Да? Вообще никак. Но она интересная. Она очень интересная. Я думаю, в этой серии мы с вами обойдемся без музыки. Потому что в предыдущую серию мы вложили много-много музыки. И надо тоже меру знать. Так. О! Вот все замечательно. В нашу сторону. И... Четыре бревна, да? Да, четыре бревна, к сожалению. Могло бы быть и больше. Но все равно хватит как раз для того, чтобы достроить одну из стенок. Что очень важно. И да, я знаю, что меня многие просят начать уже использовать читы. Но пока что нет. Я думаю, еще не настало то время. Когда можно было бы действительно воспользоваться читами в полной мере. Думаю, нет. Пока не вариант. То есть, всему свое время. А сейчас, на данный момент, использовать читы. Это не то, что нечестно по отношению к игре. Нет. Это, скорее, не очень прикольно, я думаю. И не очень оригинально. То есть, читами может любой воспользоваться. Кому не лень. Но на этом оригинальность. Оригинальность теряется просто. Поэтому обойдемся без них. Да. Какое-то время. Какое-то время. То есть, я обещаю. Мы с вами воспользуемся такими режимами. Но не сейчас. Не сейчас. С такими режимами можно, конечно, и свои плюсы получить от игры. К примеру. Как, допустим. Возведение огромных-огромных и нестандартных построек. Да ладно. Слушайте, неплохое убежище от каннибалов. Надо будет запомнить. Можно возводить оригинальные постройки. На которые обычно не хватало бы бремен. Вот. Потом. Можно также не бегать постоянно за варанами, за разными. Сразу все получать нажатием одной кнопки. Но, с другой стороны, все это, как я уже говорю, неприкольно совершенно. И, кстати, можно было бы прорубить коридор от самолета и до этого лагеря. Прямо оставить его без деревьев. И вдоль коридора поставить чистокол. Но это уже, я думаю, можно оставить и для читов. То есть, построение особенно длинных построек, требующих очень-очень много дерева, можно на читы оставить. Да. Есть такое дело. То есть, как правило, вот эта модификация на бесконечные ресурсы называется, по-моему, Universal Mode. Вот. Но, на деле, это никакой не Universal, а простой чит. То есть, если, допустим, в GTA можно было читы вводить, да, то вы их прописывали. Здесь вы ничего не прописываете. Вы просто кнопку нажимаете и все получаете. То есть, этакая смесь трейнера и чит-кодов. Что не очень круто. А еще более не круто то, что эта модификация прикрывается именно модификацией. И напрямую не говорит, что является читерской программой. Так что, такие пироги. В общем и целом, к читам я отношусь негативно. Но, в некоторых случаях они могут быть полезными. Например, как я уже говорил про разработку некоторых проектов игровых. В качестве тестирования они незаменимы. Ну, а чисто для себя, когда как. Так, в данном случае я уже назвал условия того, когда эти читы будут выгодными. Такие вот пироги. Одно бревно, второе. А третье где? Где-то третье валялось. Подождите. Я его немножко потерял. Где-то оно тут было. И все. И пропало. Слилось с оторванными конечностями. Каннибалов, наверное. Калибалов. Тоже мне. Произнес так произнес. Калибалов. Как он? Слушайте, как новое название? Калибала. Но неправда они заколебали. И мне показалось, или я их слышал? Нет. Калибалов я еще не слышал. Пока еще не успели подойти. Ну. Одно бревно оказалось благополучно просрано. К сожалению, большому. А. Да. Тут у нас где-то деревце было маленькое. Это. Какое? Где-то было. Мы рядом еще рубили. А, вот. Это дерево у нас, по-моему, это палочки. Мы его трогать не будем. Оно нам пользы совершенно никакой не принесет. Кстати, по поводу каннибалов. У меня есть такое предположение, что они сейчас долгое время уже не появятся и не будут появляться. Потому что невыгодно. Просто-напросто очень невыгодно им приходить сюда. Да и вообще с технической точки они как-то не закончились. То есть мы их столько перерубили, что ух. Уже как бы каннибалов столько нету, сколько есть моих взмахов топора. Так, и вот. Одно бревно, второе бревно. И все, что ли? Всего четыре. По-моему, пять выпадало, нет? Получается четыре. Ну, ладно. Ладно. Я думал, там бревно валяется. Это простой камушек. Что меня не совсем обрадовало. Но, тем не менее, мы потихонечку продолжаем достраивать наш импровизированный забор. И теперь на этот раз бревно я буду ставить уже с этой стороны. Потому что надо. Пора. Пора. Самый сложный участок мы с вами застроили. Который, как правило, был бы сложнее всего обустраивать. Мы его с вами полностью установили. Что очень-очень круто. И знаете, что бы я сделал? Я бы, допустим, в новом обновлении добавил возможность настоящей рыбалки. То есть, не просто там сходить с палкой и рыбу пронзать копьем. А именно возможность скрафтить удочку. Вот. То есть, там палочку взять и какую-нибудь там, не знаю, ниточку или леску сделать. Ну, как-нибудь так. Из каких-нибудь подручных материалов. Вот. И ловить рыбу. То есть, как правило, вот в таком озере или в океане. Вот было бы действительно прикольно и круто. Можно было бы так медитативно сесть и скрафтить себе какую-нибудь стульчак, там лавочку. И чтобы камера была у нас от третьего лица. Допустим. И все, ловить рыбу. Вот это, да, было бы интересно и оригинально. Но, к сожалению, я думаю, что такое вряд ли реализуют. Поскольку ряд небольших тонкостей мешают, мешают реализации такого плана. Но ничего, ничего. В версии 003, которая будет, по идее, еще больше, чем предыдущая, могут все что угодно сделать. Я надеюсь, что в лучшую сторону. Можно было бы, конечно, добавить новых песенок. Тварь, только не в озеро. Ну, ёп... Твою мать. Ладно, придется нам ныряльщиком устроиться. Угу, прекрасно. И там сразу два бревна. Не хватило немного. Ну, ничего, сейчас мы нырнем еще разок. И будет вообще замечательно. Опа! Ну! Ну! Ра-а-а-а! Так, вон оно. Вон оно. Я более-менее поймал в прицел. Нет. Да ладно. Неужели какое-то ограничение искусственное? Да не может быть. Нет, нет. Да... Чего ты тормозишь-то? Во! Все! Ну, это было дело принципа. Вы должны тоже понимать. Что бревна собрать это... Что процентная важность. Вот так вот. Без нее никак. Блин, руки пинаю, ноги. У меня весь лагерь усеян. О! Здорово! Какими судьбами? И, кстати, у нас в багаже никакого батончика не найдется. Потому что нам нужно выносливость себе восстановить немножечко. Музыку мы не включаем. У нас перерыв на одну серию с музыкой. А вот мы нашли. Прекрасные. Давайте тогда полностью себе восстановим все, что можно. Так, не забываем про обезболивающие в нашем инвентаре. И, кстати, что-то каннибалов вообще нет. Как-то они прям решили больше не появляться. Наверное, и правда, в предыдущей серии я всех перебил каннибалов. Потому что я не загружался, не сохранялся. Кстати, по поводу последнего. А, нет. Я отдыхал, поэтому, да, игра сохранялась. Но, я не помню, уже давно было. То есть, большую часть забора мы не успели построить. А, вон они. Вон они. Вон они. Прекрасно. То есть, сейчас они нас будут развлекать, да? Я так полагаю. И что-то я неправильный бревна взял. Ну, ладно, надеюсь, что мы их успеем подобрать до того, как они в пруд. Да, это именно пруд, не озеро. В озеро, ну, как правило, гораздо больше. Но, ничего, ничего. Получается очень красиво и классно. Не знаю, почему, но мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже. О, какая красота. Слушайте. Иди сюда. Говнюк. Как же я давно уже ждал. Ты чё? Хук. Иди сюда. Кстати, я так понял, у нашей брони есть кумулятивные свойства. Кто не понимает, о чём идёт речь. Блин, ну откуда-то взялось. Я попробую объяснить. Я уничтожил достаточно большое количество варанов. Да? И сразу же применил броню. Но я применил брони чуть больше, чем позволяет наш индикатор. Соответственно, та часть, которая осталась, лишняя якобы, она нам пошла в плюс. Нас каннибал, по-моему, ударил пару раз. А урона мы не получили. Типа. А на деле, конечно, я не знаю. Точно не могу сказать, так это или не так. Но всё равно, факт остаётся фактом, что... Если вы чуть больше шкур варана себе... Ещё одно бревно. Да ладно. Вот мы и нашли потерянные брёвна. Если вы чуть больше шкур варана на себя одеваете, то это не значит, что лишние шкуры у вас исчезают. Нет, они идут в плюс к вашей шкале, которая уже есть. Просто игра нам об этом не говорит и не сообщает никак. Что, кстати, тоже достаточно странно. Можно было бы как-то рассказать о подобной мелочи. Мелочь, конечно, но, блин, было бы приятно. И я не зря сейчас именно с этой стороны бегаю за брёвнами. Одно бревно где-то здесь у нас осталось. Так, два бревна. Где ещё одно? Ага, вот оно, покатилось. Покатилось по кочкам. Ну, ладно. И у нас сейчас щёта стена будет готова. Да, отлично. Слушайте, вот уже получается прям интересное такое сооружение, на самом деле. Можно было бы даже попробовать себе построить тут нормальный лагерь, как у самолёта с индикатором, или как у нашей крепости около океана. Но пока ещё, я думаю, рановато немного. Всегда можно успеть. И мы будем постепенно так тут всё срубать, пока не нарубим достаточное количество времени. Так, почему мне персонаж промахивался? Ну, наверное, просто топор не был в нужной высоте от рубки. Ну, я не понимаю. Это, по-моему, чисто технические минусы. Да. Не существенные, конечно, но всё же. И у нас Кабритен Блат, кстати. Что меня совсем не радует. Но я ещё не понял, по какому принципу эта штука работает. Поэтому не буду возмущаться. Так, сразу же. Давайте мы сразу же всё установим. Блин, а то как-то стрёмно опять брёвно терять. Совсем не вариант. Совсем. Так, где-то здесь. Ага, одно. А, ну всё. Они фактически уже у нас. У нас в кармане. Во! Другое дело. Другое дело. Больше... Нет, не больше часть. Но где-то одна третья от всей постройки у нас уже завершена. Что, в принципе, меня очень-таки радует. Очень радует, на самом деле. Могло быть гораздо хуже. Но интересное получается сооружение категорически. Давайте мы тогда сейчас к самолёту сбегаем. И бревно соскладируем. Потому что одно бревно мы сейчас, соответственно, использовать не сможем. Оно у нас может только в паре принести пользу, реально. Но похоже... Похоже, мы бревно с вами никуда пустить не можем, да? Что грустно. Ну так лети отсюда. И больше не появляйся у меня. Правильно? Правильно, я так полагаю. Отлично. Ну, всё, отдохнули. И ещё разок. Блин, это всё сожрал какую-то гарность. Вон, друзья, давайте мы тогда на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь, подписчики. Всем спасибо за внимание. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok